Глава администрации почти не занимается, наверное, этим благоустройством. А он вообще как-то на контакт с людьми идет, встречается, может быть, собрание? Нет, у нас таких собраний даже не бывает. Уже не жалуются, а рассказывают как о норме. Здесь негде играть местным детям. Выходят на разбитую дорогу, которую, судя по ямам, давно не ремонтировали. Жители поселка Старые Бурасы будто остались в постсоветском пространстве. О былом благоустройстве говорят только старые стенды с лозунгами, которые уже давно вдохновляют, похоже, только местного главу администрации. Именно, проезжаем. И муниципальные дороги, по муниципальному контракту были выделены деньги. Начнут буквально с завтрашнего дня. Я с ними объезжаю и показываю, где нужно произвести ямочный ремонт. Все зависит от бюджета. Бор плиты выложен и бозоны в цветах. Полярно противоположное отношение к проблеме благоустройства. Минус в бюджете сумели обратить в плюс для района. В поселке Степное построили парк с фонтаном и розарием. Все это самостоятельно, по инициативе жителей и руководству муниципалитета. Реконструкция парка была рассчитана на 4 года. Она так и продолжалась поэтапно. На каждый год был составлен план. И она стала местом, объединяющим людей в их стремлениях, в их начинаниях. Потому что практически все, что сделано в парке, это на пожертвования и однодневный заработок людей. Оценить зону отдыха, которую благоустраивали в буквальном смысле всем районам, съехались главы сразу нескольких муниципалитетов. Поскольку в своем недавнем обращении губернатор дал понять, что за все проблемы в районах несут персональную ответственность их главы. В противном случае, в качестве крайней меры, их будут лежать должности. На местах решаются конкретные вопросы конкретного человека. И от того, насколько объективно оно решается, зависит отношение людей, государства и власти в целом. Расходы на аппарат управления должны снизиться, а доходы возрасти. Как реализовать эти тезисы на выездном совещании, решают главы пяти районов. Помочь в этом должны и профильные чиновники. Есть возможность, если конструктивно работать и с населением, и с предприятиями, предпринимателями, организовать эту работу даже в тех условиях, которые сейчас у нас сложились, достаточно тяжелых с точки зрения бюджета. Благоустройство районов сейчас по-прежнему проблема номер один. Равняться призывают на успешные муниципалитеты, такие как Базарный Курблакский, Советский и Энгельский. Наталья Сулюкина, Людмила Самарина, Антон Романов и Роман Шильдяев. ТВ-центр. Саратов.